АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На самом деле это удивительно, в некоторых из городах мы уже были раньше, в одном из городов даже два раза, и это потрясающе. Ты возвращаешься в какое-то место спустя четыре года, а люди себя по-прежнему ждут и по-прежнему у себя очень рады. А прием зрительский, например, четыре года назад в том самом городе и сегодня, это для разных аудиторий или воспринимают одинаково хорошо? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я думаю, мы всегда были очень любимы в России, и это было у нас былалость, и это было очень весело, чтобы вы могли бы это играть в самолет жизнь. И это очень красиво, это очень здорово, как как первый 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 концерт, чтобы было так. Нам в России на самом деле всегда были рады, именно поэтому мы так рады приезжать в Россию со своими концертами. Со временем нашего последнего турне в России прошло два года, и мы были очень рады вернуться из первого города, из Познавельска, на вы, и очень рады и очень благодарны за такой радушный прием. Я не знаю, в косвенных моих обстоятельствах, но ваша группа, мы самые многочисленные фан-группы среди иностранных групп в России. Знаете ли вы об этом? Мы вам это сообщаем, здесь огромная армия ваших поклонников. Да, вы знаете, что в России у нас есть очень гранатичные по-русски, в смысле этого слова фан-групп. И он проводит эти свои какие-то важные, а в большей, в одной стране мира, как у меня, и на очень благодарные фанаты. Русские фанаты, ну такой традиционный вопрос для иностранных музыкантов. Фанаты и русские, какие их особенности, чем они отличаются в вашем зарубежном фан-группе? Да, какие они отличаются в вашем зарубежном фан-группе? Так что люди очень常 Estudia смотрят в big bands и все, и вы должны действительно получаться в контакт. Это из-за того, как вы находитесь, от того, что они очень знают, что они очень знают. И они часто дают много фан-группы. Но я не получил любые цвета, но я не получил любые цвета. Я бы очень любил поговорить с людьми. И понимаем, что там аудитория уже пресыщенная, они смотрели с разных концертов, разные группы на сцене. А в России по-прежнему прием очень радушный. Как только ты входишь в зал, ты чувствуешь контакт с аудиторией. И еще одна особенность российских фанатов. Нам дают очень много цветов, в основном Шерон, конечно. К сожалению, не туристы пока не так много цветов смотрели, и это хочется отметить особо. Такой посыл, посыл. Хотела бы в какой-то момент у вас уточнить. Вы сейчас сказали про такую некую оборудованность публики европейской. Время бы считать, что музыкальные слушатели в Москве и в Санкт-Петербурге тоже есть оборудованные различные визитные дежурства, различные концерты и с трудными мероприятиями. Есть ли для вас особенность выступления именно в Москве и в Санкт-Петербурге, в крупных городах? Если да, готовитесь прибыть как-то специально, выбирая репертуар и как в кубрик подобраться? Как вы думаете, что в Санкт-Петербурге и в Москве, которые тоже используют, потому что, я думаю, что в Москве и в Санкт-Петербурге, я подозреваю, что все крупные зарубежные команды приезжают, конечно, в первую очередь из Санкт-Петербурга и Москвы, но я, науке наших концертов, не заметила никакой пресвищенности странным образом. Наоборот, я вижу в аудитории тот же огонь и ту же страсть, что и в других городах. И я думаю, что... Это очень, очень важный, но это тоже не важно, потому что это как... Или разные песни, потому что мы играем 5 песни по-другому, но я думаю, что это будет... И это тоже те, что люди думают о том, что у нас не будет. Что касается репертуара, специально для Москвы и Петербурга мы его не меняем. В рамках этого концерта мы будем исполнять пять новых песен с нашего нового альбома. Нам кажется, что фанаты их ждут, и нам поэтому репертуарно решили не именять. Здравствуйте, я сейчас предоставлю слово моим коллегам, журналистам, для меня это средство маски, пожалуйста, вопросы у вас есть, прошу вас. Спасибо, 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 спасибо. Принцип Татас, Силкина, Анастасия, вот только что упомянули новый альбом, можно ли немного подробнее, как была работа над пластинкой, долго ли, где записывали, и сколько в итоге композиций мы услышим о новом альбоме? Спасибо. Ну, вообще, last album that we released was four years ago, and that's quite some time ago. I made a solo album in between, called My Indie Album, and that took some time, and afterwards, we wrote this album for an invitation, and there's going to be, I think, pen songs on the album, and the process was actually, this process, because we were already written, I had written My Indie Album, and after that, we had tried to know the presentation, of course I had said, and that was only done in a short time, and that had been so quickly, actually, one year recorded the end of this, but we had a lot of inspiration, and that was only done in a short time, and that was only done in a short time, Предыдущий альбом мы записали 4 года назад, для нас это довольно давно, в промежутке между предыдущим альбомом мы новым, я уже записывал историю и проект My Indie Album, и после этого мы создали новый альбом Resist в рапах группы The Funtation. На этом альбоме будет 10 треков, если я не ошибаюсь, и записали мы его очень быстро, мне кажется, так быстро мы ни один альбом до этого не записывали. Спасибо большое, есть еще вопрос? Да, прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Анна, я корреспондент журнала All Core. У меня такой вопрос, скажите, пожалуйста, что было технически самое сложное в записи альбома? один из самых сложных вещей, я думаю, это особо очень важное? У меня тоже очень важный used, клиенты, поэтому мы очень часто и таковы сделали, и не было и таковы, я думаю, это хранится с техническими сцами, прочитав pushing нам новую страдку. это было не так, а это было не так. Серьезно. И вот, мы уже не делали два года в один студии, и мы пытались снять как-то необычные метал-гитар-замы. Это было довольно тяжелым, потому что это очень тяжело для тех, кто-то метал-замы. Но мы пытались оставаться немного, но мы пытались оставаться немного. для того, чтобы добавить новую, новую, новую форму к нашему шансу, я думаю. Я думаю, что это было немного низким в шансе и в шансе. Много лета. Если говорить именно о технических сложностях и находках, в этом альбоме мы пытались найти много звучания и довольно много времени на это потратили. Если говорить о технических моментах, мы особенно много работали с гитарным звучанием и синтезаторами. Если вы помните наши предыдущие альбомы «Ампл Гивень» и «Хайдра» мы их записывали намного проще. Мы не так много времени потратили на поиск. Для этого альбома «Резист» мы две недели провели в студии в поисках нового звука. Мы старались дистанцироваться от привычного звучания метод гитары. Мы хотели найти что-то новое. И, как мне кажется, нам это удалось. Во-первых, звук стал ниже, а во-вторых, он стал более слоистым. То есть в звучании фон есть много разных слоев. У нас же еще раз, пожалуйста. У меня есть вопросы. Карликатор мюзика ЧП, Татьяна. У меня вопрос по поводу моего первого сингла. В общем, есть слово «Увыть» выпустили. И в нем просматривается какой-то сюжет. Будет ли ссора продолжать на этих синглах? Продолжение следует... В общем, это продолжение следует... В общем, это продолжение следует... В общем, это не просто стихий. Но я думаю, что это был основной информацией. Это что мы живем в этой истории, и что это будет принять в будущем. Так что это консистентная вещь, которая вернула в каждой видео. Но какая-то история? Я бы не сказала, что в этом фильме есть какая-то история, как ты работаешь. Благодарю вас. Можешь вопрос? Меня зовут Трикина, вокал в Безда. Я очень рад видеть вас здесь, в Москве. Я фанат. И я буду ждать вам сегодня. Ну, давайте по-русски. Видела в соцсетях фотографии из Международа с фанатами творческих концертов. Сегодня повторите. Да, у нас есть такая традиция, мы всегда оставляем фанатом время на отдых, как сделать фотографии, если кто-то из фанат вообще задерживается. Потому что мы выходим с концертной площадки довольно поздно. Но у нас есть такая традиция, мы всегда оставляем фанатами. Спасибо. И что вы попросите? Позвольте мне задать вам такой вопрос. Так как мы сейчас находимся в стенах репродукционного агентства и делаем новости. Следите ли вы, помимо музыкальных, помимо музыкальных родителей, следите ли вы за, например, за политическую структуру, за экономию? Вообще, читайте ли вы новости? Если в вашей жизни время для того, чтобы прочитать обычную прессу и следите за какими-то событиями, политическими фигурами? Да, это действительно интересно, потому что мы уже говорили много о том, что мы говорили, что мы уже говорили. И я выбрала, что два года назад, три года назад, не следили, что не следить на новости. И причина для этого, что я очень сильно жалую от многих новостей, что я читаю каждый день. Я знаю, что я немного отвлекаюсь и странно из всех, которые происходят в мире, но это может быть в себе неизвестный выбор, но я чувствую, что я немного не знаю, что я не знаю, что это происходит. И это больше зависит от сенсаций, чтобы получать больше читателей. Конечно, это зависит от truth, но я продолжаю продолжать. Но я заметила, что после того, как я перестал снятиться новостями, я стала в целом немного счастливее. Я на самом деле стараюсь читать как можно больше новостей, хотя я согласна, что новости в основном не радужные, а поступают со всех точек мира. В основном это новости, которые создаются в погоне за сенсацией, чтобы привлечь как можно больше внимания со стороны читателей. Вы не первый раз в нашей стране. Если остается немного времени, что хотели бы посмотреть? Где побывать и, может быть, что-то попробовать из того, что еще не в ровной плане национальной группы? Ну, я помню один вечер в Сент-Петербурге, когда мы были приняты к этому ресторану в теку. Да, да. Это было замечательно. Вы не могли видеть ничего, но вы были еды, но вы не знали что это было. Так что у вас все эти чувства взаимодействуют. Так что в сенсации я не знаю, что в сенсации я не знаю, что это было. Так что я ел. И это очень хорошая память в Сент-Петербурге. В Сент-Петербурге. Это было очень много. Да. Да, давайте поймем там. Я помню, что в прошлый вечер в Санкт-Петербурге нас пригласили в ресторан, где блюда подаются в абсолютной темноте. То есть ты даже не знаешь, что ты ешь, что не видишь блюд, но из-за того, что зрение отключено, все остальные органы чувств обостряются. И поэтому пищу ты воспринимаешь совсем по-другому. И только потом, когда ты все съел, ты приносишь блюда и понимаешь, что это было. Но оказалось, что в Москве есть такой же ресторан, так что сегодня вечером направляемся. Ну, это случилось в Москве? Я думаю, в Москве, в Москве, в Москве. В Москве, я не знаю, что в Москве, и в Москве, я не знаю, что я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Я очень многого ожидаю в этой поездке, потому что я помню в прошлый раз, когда мы ехали из Москвы в Петербург на поезде, мы выходили на полустанках на разных железнодорожных станциях, и нас встречали люди, которые что-то продают на одной станции. Нам продали каких-то лобстеров, я не знаю, правильно ли я говорю название этого блюда. Но был очень вкусный и романтичный в каком-то смысле. Из-за того, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. А я не знаю, что мы не знаем. А ты как купить? Могу столовую. Уходная лобстер. Если в этот раз там живите, мы обязательно напишем название. Возьмем вы или спешим вопрос. Я не могу. Да, хорошо. Входите. Еще раз, да. Входите. Входите. Само для этого. Так. Вопрос к члену структуру. Достаточно многие подвешли такой вопрос. Вы на концерте стараетесь играть песни со всех своих возможных альбомов. Но не затрагиваете первое. Ольпом Энда. С чем это связано? Спасибо. Ну, вообще, потому что первое альбом мы сделаем с громкостью. И мы не можем ни одного, кто не может петь так больше. Ну, что касается нашего первого альбома, в новых период треках там записаны техники гравлинг. И у нас сейчас нет команды людей, которые могли бы воспроизвести этот звук, могли бы так исполнить трек. А что касается баллад, например, «Реслась», ну, у нас в репертуаре как много балладов? С другой стороны, у нас нет никакого табу. То есть, мы можем в любой момент вернуться к этому репертуару, если решим это сделать. Задаю. Мы можем задать этот вопрос, такой, может быть, по-женски, про те самые красивые платья, о которых я говорила в начале. Кто, как это создается? Кто это придумывает, учитывая, что, как вы просто словом из интервью, нормальной, целительной жизнью, вы работали в дизайнерской фирме. Связано ли это как с вашей прошлой жизни, но, да, вот так. Кто создает лучшие первые, и куда вы их потом задеваете? Спасибо за табу. Продолжение следует... Я могу дизайн-пространство, но я не могу делать это в округе. И эти люди, они очень талантливы, и они также имеют свою фасшу, и, в том числе, они обменят новый пирож. Это же, что случилось. А потом, я еще у меня в автомобиле. Я в доме купил, например, купил и купил. И я не могу. Не могу. Если говорить о моем образовании, Он был связан с модой, с ванжем, с ремонтом и модным дизайном. Позже я отчет для себя музыку. Музыка стала моим главным увлечением, которым появилась возможность заниматься этим все время. Я вставила в новый бизнес. Тем не менее, одежда меня на все пор увлекает и интересует. И я стараюсь как-то связать музыку и костюмы. Еще одна причина. В шутку скажу. Я не думаю, что у меня будет когда-нибудь возможность надеть свадебное платье. Поэтому отрываюсь на костюмах концерта. В Горландии я познакомилась с несколькими модными дизайнерами, которые, как мне кажется, невероятно талантливы. И мы работали с разными дизайнерами над разными альбомами. Модели мы создавали в соплощистве, окраили и шили, все по-моему уже они, поскольку я могу придумать дизайн, но отшить вручную я уже не могу платья. И что происходит с этими платьями после моих концертов? Они хранятся у меня в коробку. У меня есть дома огромный шкаф, набитый платьями. На самом деле, мне кажется, пришла пора их доставиться, потому что здесь накопилось уже невероятно много. Спасибо. Есть два кто-то у нас с завтра, или нет? Человечка. Да, пожалуйста. Не честно, даже если уже задание вопросов. Второй, третий. Ихарас, здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, обложку альбома. Он является прототипом какого-то футбол-героя-комикса. Слежа, это собирательный образ. Прокомментируйте. О monarchе-комментируйте. Войн садится на инстанции. Он очень интересный артист. Он очень способен висеть в атмосфере нашей жизни и в этой жизни, которая здесь садится в Бесном. Он не имеет героя. Он более как если он просто выгодится в своих 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 людей, что для того, чтобы всё было в порядке, что он хотел сказать, что он не сказал. И это было так, который можно видеть в этом, чтобы это правильный человек, чтобы видеть себя жизнью. Мы нашли этого художника почти случайно в интернете. Нам очень понравилось его творчество. Как нам показалось, оно очень точно передает ощущения от нашего альбома. И вообще вот это ощущение цифровой эпохи, про которую мы написали. Как мне кажется, этот персонаж вовсе не герой. Скорее, это повстанец, который сопротивляется текущему положению вещей. Он не хочет, чтобы за него решали, что ему говорить или что делать. И, как мне кажется, это очень хорошая визуализация нашего эгофа. Несмотря на то, что всегда вы к журналистам относились по-доброму, всегда вы открыты для того, чтобы презентировать что-то, дальше интервью, выступить и так далее, не всегда музыкальный критик, работающий в вашем направлении, будет вам доброй. Достаточно часто критиковали ваши альбомы, ваши кадры, реставровки и так далее. Как относитесь к критике свой адрес? Мэс, да, он для вас полезный? Мэс, да, я не знаю. Мэс, да, я не знаю. Я не знаю, что делать, чтобы они не выбрали в этой группе. Вообще, мне очень нравятся критичные настроенные люди, поскольку я понимаю, что они продумали собственную позицию, и они вообще как-то переоценили тот объект, о котором они говорят. Мне кажется, у каждого человека есть право на собственное мнение, а если говорить про музыку, то она вообще очень связана с личным вкусом каждого человека. Нам нравятся разные вещи. Единственное, что про себя, с коробиона, создавать только ту музыку, в которую я лично верю, в которую мне лично нравится. И мне очень важно, чтобы эта музыка, моё творчество менялось со временем, иначе я теряю вдохновение к работе. Что касается людей, они приходят и уходят, но это их личный выбор. То есть никогда не было такого, чтобы какой-то член нашей команды ушёл из-за ссоры. Мы всегда поддерживаем добрые, хорошие отношения. Что касается критики, я не воспринимаю её близко к сердцу. Пусть люди говорят, что хотят говорить, как мы уже отметили, у меня открытое любое мнение. Хорошо. Есть ваш вопрос? Прошу вас. Да, вот так вот еще раз. А тут прямо сейчас остальные члены вашей команды. И, возможно, они это говорили. И второй вопрос. Тур достаточно насыщенный. Как удаётся отдыхать и выдохнуть перед концентом? Как вы уже думаете, продажи. Как вы уже делаете? Что это было выясняемо. Как вы решили? Что вы думаете, у нас это получилось? Продолжение следует... субтитры потому что мы понимаем, что мы так счастливы, что мы можем сделать это через 20 лет. Это очень тяжело начать делать эти вещи, но мы definitivamente не будем делать это. И, конечно, это очень важно. Otherwise, the tour can feel very, very open. And, you know, talk to me in six months, maybe my answer is completely different than the speech that started, but those are some of the most important things to keep yourself safe. In general, he still plays music, including our guitarist, who founded our own internet company, and he has a successful business. What about Robert, our journey with him has gone, but we are still alive with the rhythm, and he still plays music. If you are interested in your second question, how do we move forward? Yes, indeed, the graphic is very tense, we try to sleep a lot, do a sport, and there's a lot of people. Actually, I'd like to say, that we are very happy that now, twenty years later, we have the opportunity to play music and play music. I think that there is a lot of confidence to take such a role as a team, and we try not to forget about it, that it is a great success. However, if you ask me this question once again, maybe the answer will be different, because, in fact, it will be different and then, with what I've never seen. Thank you very much and there's a question. I would like to say. … little bit more questions. No, 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 I think I'd like to leave it this year. I think you would have lost your mind in the future. I, basically, a complete question. Какая-то какая-то коллаборация с другим музыкантом из вашей страны, из другой европейской страны, может быть, из России, если вы знакомы с какими-то музыкантами российскими? Вы часто экспериментируете, я по этому задаю вопросы. Если мысли и шприки, может быть, даже не мысли, что мы хотели, мысли, мы не знаем. Поэтому мысли, что это не очень, очень. Многие люди, которые уже работают, или у нас было очень много, но это очень тяжелое. Поэтому, если вы находитесь к нему, то есть? А я, это очень, очень хороший вопрос. И это вообще очень простая вопрос, но это очень тяжело к ответственности. Я не знаю, честно. Ну, я думаю, что это очень сложный вопрос. Он такой простой, но ответить на него действительно очень сложно, поскольку по большей части с теми музыкантами, с которыми мы хотели бы работать, мы уже обработали, а остальные музыканты, с которыми мы бы хотели бы сотрудничество, уже не с нами. Даже не знаю, что сказать, ну вот, разве что Iron Maiden, Руга говорит, я очень слежу за ее творчеством, с ними был очень здоров, что-то сделать. А в общем даже не знаю, как назвать. Иисусу Варину Зайфу не был. Иисусу Варину Зайфу не был. Это тоже был намет, я слышно. Спасибо. У меня вопрос к Шарону по поводу сезона, проектов на Индиюках. Было ли у вас такое чувство, что вы давно хотели записать подробный проект? После этой музыки не было ли у вас дополнительно разрушенного отречения? Спасибо. Спасибо. Иисусу Варина Зайфу? чтобы иметь новую музыку и рассказывать разные высокие с друзьями, которые были очень интересны. И тогда я не видел ее сверху, так как и все другие сделки, а все другие мелочи песни в классе, вот и fleet, а мы потом не делаем. И нельзя это. Это не только мой взгляд, а только занимаетесь на свой взгляд, но только для того, чтобы я разобрался, а я работал в музыку. То есть, когда я делал это, то есть, что я хочу отметить, что я не собиралась и никогда у меня не было такого желания записать соль на айбон. Дело в том, что я переживала творческий кризис, я пыталась написать, чтобы не выйдем самсельщин, но ничего не приходило. И у меня было очень необычное состояние, потому что обычно я пишу песню очень легко, и мне это просто дается. И я подумала, раз мне не удается сделать что-то глухе, вернем Temptation, а получается что-то совсем другое, давайте посмотрим, куда нас это приведет. И, как вы правильно отметили, мне действительно это было необходимо, но это не было моим выбором. Я просто столкнулась с такой ситуацией, когда мне надо было разобраться в себе, и я сделала это с помощью музыки. После того, как я записала Майндиго, к моему облегчению и к моему удивлению, писаться для Вильтем Тemptation стало намного лучше. У меня тоже вопрос к сценам, и тоже насчет моих книгах. А вы не думаете когда-нибудь выступать в себе песню живую? Я готовлюсь к концертам. Винтем Тemptом это появлюсь? Уйдовите, если вам понравится? Я очень надеюсь когда-нибудь выступить с песнями с этого альбома, проблема в том, что у меня время очень ограниченное, и мне нужно было после моего интегра сразу перейти на «William Temptation», на запись нашего нового альбома, потому что и так уже 4 года прошло, все равно было больше нельзя, но я оставила мои интегра как задел на будущее, я надеюсь, что когда-нибудь, может быть, у меня придают с этим альбомом, и, возможно, я придают в России. Благодарю вас. Ещё вопросы? Ну, если вопрос, что нет, позвольте я начну поблагодарить ваших гостей за эту встречу. Огромное вам спасибо, я надеюсь, что уже сегодня в Москве состоится концерт в Новосибирске и завтра ваших гостей в Санкт-Петербурге. Огромное вам спасибо, все возможное представление. Спасибо.